Коголи создали кризисную ячейку после того, как накануне пожар уничтожил более 20 гектаров леса. Огонь тушили более 100 человек, в том числе волонтеры. Сегодня туда приехали представители Министерства окружающей среды. Ущерб оценили в 400 тысяч леев. Власти планируют восстановить лесные масивы этой осенью, но до этого нужно найти на это деньги. Министерства окружающей среды. Рано утром группа, состоящая из представителей Министерства окружающей среды и агентства МОЛТИЛА, прибыла с инспекцией в Когул. Выяснилось, что пламя затронуло в общей сложность около 20 гектаров территории. Из них 12 гектаров занимают леса. Пострадало около 12,4 гектара лесного фонда. Из них порядка 7 гектаров пострадало на 100%. Речь о 7-летней молодой акации. Если говорить в денежном, выражение общего ущерба оценивается в 400 тысяч леев. Вот пострадавшие зоны, наиболее пострадавшая территория в 7,03 гектара. Вот молодой дендрарий, который полностью пострадал. До конца недели представители МОЛТИЛА должны предстоять отчет об ущербе и о том, как будут ликвидированы последствия. Планируется и посадить новый лес. Практически пожар удалось остановить недалеко от 55-летнего сосново-дубового леса на площади 70 гектаров. Мы оцениваем весь ущерб и уже планируем к концу недели. Предстоит окончательный отчет с указанием суммы затрат, а также мер, которые необходимо принять. Конечно, мы распорядимся, чтобы на пострадавших территориях были посажены деревья. Пожар на окраине Кагула вспыхнул в понедельник около трех часов дня. Были сформированы три сектора по борьбе с пожарами. Создан Генштаб, объявлен второй уровень сложности. На борьбу с огнем прибыли пожарные экипажи из Камрата, Чадерлунги, Вулканеж, Джорджулешт. Спецтехника не везде могла проехать, тушить пришлось водой. Но применялись и другие средства пожаротушения – воздуходувки, шланги, метла. Поскольку пламя распространялось очень быстро, спасатели и мэр города призвали население прийти на помощь. За несколько минут собралось несколько десятков волонтеров. Было более 50 волонтеров. На одного пожарного пришелся один доброволец. Помощь граждан была очень важна, так как рядом располагалось пшеничное поле. Огонь мог распространиться и на него. Для разграничения этой территории было мобилизовано несколько тракторов. Пожар тушили около 8 часов. Огонь быстро распространялся из-за высоких температур. Ставные когульские работали здесь. Мы больше ниже работали, там, где сам лес. Животных много погибло, вот что жалко. Резали деревья, где было возможно. Тушили огонь землей, тушили водой. Полыхало в Когульском районе и сегодня в селе Москове. В четырех домохозяйствах загорелись сады. Меня позвала соседка. Мы начали нести воду из колодца и остановили огонь, чтобы он не пошел дальше. Когда я пришла, увидела языки пламени. Мы помогли его погасить. В результате пожара никто не пострадал. За последние сутки пожарные ликвидировали 34 очага возгорания сухой растительности. В результате лесных пожаров пострадали более 120 гектаров земли в Когульском, Чемишлийском, Неспоренском, Каларажском, Сорокском, Флорежском и Штефанводском районах, сообщает ГИЧС. По данным спасателей, больше всего от лесных пожаров пострадали Когульские и Флорежские районы. Помимо 10 гектаров леса на окраине Когула, огонь уничтожил 4 гектара сухой растительности. В селе Новый Трифеште в Когульском районе. В районе села Лунга Флорежского района огонь уничтожил еще 80 гектаров растительности. Пламя быстро распространялось в сторону аэропорта Маркулеште. На месте происшествия работали 8 пожарных команд.